Меня просили мои коллеги из института, ну можем сказать, патриарх Вадим Геннадьевич Бровкин выступить с его краткой презентацией его постерного доклада. Значит, ну я этого делать не буду в подробном изложении. Это вот все-таки будет материал в сборнике опубликован. Единственное, что я могу заметить, давай, следующий слайд. Значит, ну вот цель этого доклада в том, чтобы комьюнити, которая занимается шаровой молнией, показать, что моделирование шаровой молнии и многое было уже получено, когда люди занимались мощнейшим в мире СВЧ-излучением. Когда были построены самые уникальные установки, следующий слайд. Вот такой, в открытом резонаторе, без всяких электродов, абсолютно в чистых условиях. Но это была, так сказать, уникальная пирамида Хёкса, которая построена в бывшем Советском Союзе. Камера 8 метров в диаметре и 10 метров туда закатывали реальные боеголовки, чтобы было понятно. Следующий слайд. Вот это вот, значит, здесь показан общий вид, но не очень хорошее фото. Вот здесь, значит, фазированная антенная решетка, и вот она подавала в эту камеру, значит, мощнейшее СВЧ-излучение. 10 мегаватт непрерывные мощности, чтобы было понятно в фокусе. А на 5 на 1 мегаватт? Ну, здесь, наверное, 1 мегаватт на этой маленькой установке. Там было 2 установки. Одна большая, одна вот поменьше. Это ДОР-1, ДОР-2. Ну вот, вот видно вот эта вот фазированная решетка. Здесь система клестронов, 7-этажное здание, лифты обслуживали. То есть, такую установку уже ни одна страна в мире никогда в жизни не построит. Поэтому американцы очень пристально. Мы в этом плане ушли по физике планы далеко вперед, значит, по сравнению со всеми странами. Они вот как раз выпитывали у нас последние эти самые результаты, полученные на этом условии. Ну вот, одна и та же мощность средняя, но, значит, цель была использования программированных разрядов. То есть, каждый импульс задавался с компьютера. Амплитуда, длительность, импульсная мощность, а средняя мощность составляли одну и ту же. Получили плазменный зоопарк. Множество плазменных фигур, которые, так сказать, вы видите, здесь вот довольно необычно выглядят. Вот одна из них очень напоминает шаровую маму. Следующий, значит, слайд. Ну, это я опускаю, значит, опускаю. Значит, вот здесь при разном давлении, в гелии, в аргоне, в воздухе, видно своеобразие. Опускаю. Вот. Скоростная съемка. Это тоже вы прочитаете. Дальше. Значит, вот, ну, здесь вот видно, что можно разной поляризацией делать волны, и тогда получится либо вот такие дипольные шнуровые фигуры, либо тарелки, диски, так сказать, набор дисков таких вот. Значит, и, ну, красивые все эти фигуры, значит, гудят очень сильно, значит, ну, и в конце концов, если вот скважность уменьшать, 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 в конце концов, получается необычное явление. Мы переходим вот границу порога, когда возникает в воздухе, горят воздух в воздухе, плазменные костры назывались. И это имеет отношение уже к нашей конференции, потому что, значит, вот в процессе горения этих костров, азота, по сути дела, там, и кислорода в основных компонентах, получали огромное количество СО2 и сажи. То есть, вот, реальный результат, который был получен в этих экспериментах. Дальше. 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 Вот. И он там хлопьями летел, вот это. Вот. И последний фантастический результат, который был обнаружен, значит, выключают установку, и вдруг на вот этом вот, значит, вот, по сути дела, на инициаторе, который был сделан по образцу того, что вот плазма сама делала некие структуры, взяли, повторили из провода. Эти структуры, вот эту вот проволочную в виде спирали, сделали, выключили установки, а, значит, шармая молния возникла искусственно, и сидела час, два, три, и не исчезала. Все ахнули, значит, в чем дело. Оказалось, значит, эффект был связан с тем, что, ну, трактор весь закрыли, а щели оставались, и она фонила. То есть, очень маленький фон, в тысячу раз меньше, чем пробойное напряжение, это были микроватты квадратные сантиметры, просачивалось. И вот это, значит, плазменное образование, которое горело, значит, оказалось высокодобротной плазменной антенной, которая собирала с огромной площади 10 квадратных метров вот это вот микроватты для того, чтобы получить на выходе, вот, выделяло киловатт собранной мощности. Вот таких шариков, вот видите, на этих инициаторах было, значит, это называется низкопороговый шаровой разряд, его изучению было уделено много времени в институте химфизики, ряд публикаций имеется, кого заинтересует, я расскажу об этом подробнее. Ну, собственно, вот и все краткое, то, что я знаю про эти эксперименты, все более подробно можете спросить у авторов, и будет уже в проектах статьи изложено. Спасибо за внимание. Спасибо, Анна Дагмановна. Поскольку это не его доклад, то вопросов давайте задавать не будем. Он, собственно, сказал, что ответы на вопросы в публикациях.